Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро! Шавуатов, как говорится, хорошей недели! И сейчас мы включаем в Телеграме все-таки, видите, есть очень важные в Торе, есть важнейшие законы такие, да? Законы, которые нас учат, учат как действовать в жизни. Глава, Ваешев, день второй, день второй. И мы снова выходим в Телеграме, выходим мы в Телеграме, начат запись, отлично. И, значит, в Телеграме мы выходим, есть у нас видео, я надеюсь, видите, видео есть, есть у нас аудио в Телеграме. Все отлично, все работает. Значит, всем добрый день, дорогие друзья! И мы продолжаем изучать Тору, и как сейчас мы ее изучаем и в Фейсбуке, и в Телеграме, правильно? Потому что это отлично, когда есть возможность распространять Тору. Кстати, это благодаря вам, спасибо вам огромное. Все, кто друзья Ваикра, партнеры Ваикра и спонсоры Ваикра, имеют свое личное участие в распространении Торы. Если вы участвуете деньгами в развитии платформы Ваикра, то каждый урок Торы и каждая заповедь, которая сделана с помощью этих уроков Торы, Торы, они вам ложатся на ваш личный счет на небе, и это прекрасно. Это очень прекрасно, когда есть такое выражение «Ашрэй Мишиба Ликан Веталмадоба Эдо». Счастлив тот, кто пришел сюда, и учение его в его руке. Приходит человек на небо, кто-то приходит и говорит «О, здравствуйте, это вот Авраам, братец, это Ицхак, это Яков, знаю, как же учили». «А где Юсеф, сыночек ваш?» А кто-то приходит и говорит «Где я?» А никого вокруг, никого, потому что он как бы ни с чем пришел. Понятно, да? Значит, сегодняшний наш урок, чтобы было Рефа Шлэма Александр Бен Эмилия. Он сейчас находится в тяжелом положении здоровья, и я уверен, что урок Торы, который сейчас идет для его выздоровления, ему, конечно же, даст силы, поможет, сейчас уточню, как его зовут, секундочку, вчера мне писали. Так, секундочку, я нахожу вот так. Значит, зовут его, правильно, Александр Бен Эмилия, правильно я запомнил. Поэтому, значит, чтобы было ему Рефа Шлэма, Рефаата Нефеш, Ве Рефаата Гуф. И чтобы было Лейлуни Шама Мордыхай Турбинер, не помню, как его звали, его папу. Значит, но фамилия Турбинер, я думаю, на небе разберутся. Вчера вечером его хоронили как раз, был очень хороший человек такой, умер. Умер, да, люди уходят, уходят из этого мира, кто-то раньше, кто-то позже. И что остается, что сопровождает человека? Только Тора и добрые дела. Тора, заповеди и добрые дела. Значит, хорошо. Поэтому мы продолжаем изучать Тору. Сегодня второй день недели. И в первом день недели рассказывается о том, что Яков, у него был сыночек по имени Йосеф, один из двенадцати братьев, сын Рахели, старший сын Рахели. Рахель умерла при родах Беньомина, второго сына. И Йосеф, он был лидер. Он был лидер. И из-за того, что он был лидер, братья его не любили. Не любили его братья, потому что, вы знаете, вот человек сидит, например, он не лидер. Кто такой лидер? Давайте разберемся вначале. Лидер – это тот человек, у которого есть цель. Да, он видит свою какую-то цель. Он сам ее создает себе, да, не то, что он ее видит. Если ему сказали, твоя цель – это, иди туда. Он уже не лидер. Он уже выполняет задания. А если он внутри сидел, сидел и думает, какая же моя цель? Вот моя цель, говорит он. Вот это. То есть он себе ее сам создал. Потом он сам начинает действовать, двигаться к этой цели. И третье – он лидер, он другим людям говорит, ребята, давайте, помогите, давайте вместе. Давайте то, давайте сделаем то-то. Моя цель, например, чтобы все учили Тору. Вот, к примеру, да, я придумал себе, что я считаю, что все должны учить Тору. Евреи все обязаны учить Тору. Поклялись, рабы для Бога. Нет вариантов не учить. Я в это верю. Евреи обязаны учить Тору. Теперь неевреи, они могут, так как Тора – это полученное от Бога создательное мироздание, то это самый прямой путь узнать волю Всевышнего. И неевреи тоже могут учить Тору, потому что Тора была дана на 70 языках. Маширабену написал, записал Тору Беэр Эйтеф. Он ее объяснил хорошо и написал даже ее переводы Маширабену, когда переходили Ярден. Значит, изначально задумывалось, как мы говорим в Алеле. Алель – такая есть молитва, которую на празднике читают. И там есть слова. И Алулу – это шем коль гоим, шапку коль леумим. Чтобы прославляли Бога все народы и воздавали Ему хвалу все. А леумим – это все страны, можно так назвать. Все страны. Значит, если мы это говорим, значит, все должны учить Тору. Теперь, когда есть цель, ты начинаешь действовать. Я уже 5 лет провожу урок Торы каждое утро. Практически каждое утро, может быть, там, считанные дни, когда я не проводил урок Торы. И я предлагаю всем остальным тоже включиться в это, стать друзьями ВАИКРа, платформами, партнерами ВАИКРа, спонсорами ВАИКРа. То есть я, как бы, говорю, давайте вместе двигаться к очень хорошей цели. Это лидер. Теперь Йосеф, он был лидер. А братья, им это не нравилось, любой лидер, он, какие-то люди начинают ему помогать. А какие-то люди начинают ему мешать. И Йосефу братья, они говорили, а чего ты решил над нами стать лидером? Кто тебя вообще лидером назначил? Он говорит, никто. Но они вот его не любили. Была у них стена, ненависть к нему. И вот, значит, а папа написано, его любил. Папа его любил больше, чем других братьев. И папа Йосефа обучал, обучал его той торе, которую он не обучал других братьев. Это как раз говорит Рамбан, говорит Рамбан, что Яков обучал Йосефа той торе, которую он изучал у Шема. Шем это был сын Ноаха. И у Эвера. Эвер это был внук или правнук Ноаха. И Яков в 14 лет учился отдельно у него в Ешиве. И вот из всех сыновей он выбрал Йосефа, который жил при нем. То есть братья ходили, они были пастухами, они уходили на дальние пастбища. А Йосеф, он был все время рядом с отцом. И отец обучал его той торе, которой братьев не обучал. И братья еще из-за этого его очень сильно не любили. И вот, значит, сегодня мы подошли ко второму отрывку. И пошли его братья пасти скот, папа их, в город Шхем. Вы помните, что в Шхеме была ужасная история с Диной. Дина это была дочка Якова, которую изнасиловал Хамор. Шхем бен Хамор. Его звали Шхем, сын Хамора. И это был город Шхем. То есть там была очень неприятная история. И тут братья опять пошли в этот Шхем. в ту местность, пасти овец. И сказал Исраэль Йосефу. Вот, братья твои, пошли пасти в Шхем. Пойди-ка, иди. Я тебя сейчас пошлю туда. Иди сюда, я тебя пошлю туда, он ему сказал. Йосеф говорит. И нэни, вот он я. Я все, что папа скажет, сделаю. И сказал ему, иди посмотри шалом Ахейха, как там дела у братьев твоих. И если как шалом, если шалом у скота. Якова интересовался, чтобы даже у скота, у овечек был шалом. Чтобы овечки паслись мирно на лужайках Шхема. И верни мне ответ. И послал он его Мэмэх Хеврон из долины Хеврона, в которой он был, и послал его Шхем. Как вы уже знаете из наших уроков, что в Торе есть четыре уровня. Четыре уровня понимания Торы. Простой смысл, намек, драж, это то, что зашифровано. И сот, это тайный смысл, который знают только те, которые получили этот тайный смысл. От тех, которые знали этот тайный смысл, которые узнали этот тайный смысл. Там тайный смысл, кстати, вы знаете, это очень интересно. Тайный смысл передавался двумя путями. Это удивительная вещь. Значит, тайный смысл Торы передавался так. Значит, мудрец, который получил тайный смысл от предыдущего поколения, он выбирал каких-то учеников по каким-то признакам, которые были только ему известны. Это же тайная Тора. И дальше он ему передавал половину, то есть он передавал оболочку от сообщения вот этой тайной Торы. А внутреннюю часть должен был сообщить ангел. То есть должен был, можно так сказать, что ангелы это из духовного мира. И этот ученик, получив внешнюю оболочку, половину ключа как бы он получил, а вторую половину он получал из духовного мира. И потом он сообщал вторую половину тому, который ему передал первую половину, его учитель-мудрец. И тот подтверждал, он говорит, да, тебя открыли. Или же он говорит, вообще ты что-то мне рассказываешь, что мы Джерри какой-то мультик. Это вообще не то. То есть и значит он понимал, что в духовном мире этому человеку открывать не хотят. Представляете, какая была система? Это было удивительно. И вот здесь, здесь в этом предложении, что Йосиф пошел, значит, туда в этот шхем, к братьям. Тут есть очень много скрытых смыслов. Например, я люблю очень не скрытые смыслы, я люблю практические смыслы, которые можно использовать. Вот, например, почему написано, что пойди узнай, как шалом братьев, как шалом скота, и верни мне эту вещь. Ну, понятное дело, если он его посылает узнать, как шалом, зачем ему он говорит, и вернись сюда? Оказывается, это мы учили в Мишле, в притчах царя Соломона, что шалиях митсва лойда давара, значит, тот, кого посылают выполнить заповедь Бога, то тот с тем не случится зла. Так, папа Яков, он когда давал ему задание, он сказал так, если я ему скажу, только иди туда, выполни мое задание, тогда его будет, защита на нем будет, и когда он идет туда, и когда он пойдет обратно, только когда пойдет туда. А если я ему скажу, иди, выполни задание и туда, и верни мне вещь, то задание уже касается и возвращения, поэтому будет на нем защита, и когда он пойдет обратно. Это был расчет Якова. Теперь, это был расчет Якова, исходя из этого, когда кто-то сейчас, ну, с древности так идет, когда кто-то едет в какое-то путешествие, то его близкие люди, кому, кто хотят ему дать дополнительную защиту в опасном путешествии, дают ему с собой цдаку, дают какую-то денежку и говорят, когда приедешь туда, дай там цдаку, и, значит, человек, получается, он под защитой едет туда. Когда он там находится и едет домой, ему кто-то там дает цдаку и говорит ему, передай, пожалуйста, деньги на цдаку, на милостыню, да? И он тогда, получается, шалех, он посланец, выполнит задание, заповедь, и это дает ему защиту. Значит, так вот отсюда это учится. И послал он его из Эмек Хеврон. И тут все мудрецы, которые знают Тору, они говорят, секундочку, из какой долины Хеврона? Хеврон на горе. Какая долина? И говорят комментаторы, которые знают тайную часть Торы, что речь идет о том, что в Хевроне-то, оказывается, там же похоронен Авраам. Авраам – это первый был патриарх, да, первый основатель, можно сказать, еврейского народа. И что ему Бог пообещал? Бог ему пообещал так, что пришельцами будет твое потомство в чужой земле, и будут их там угнетать. И он говорит, что когда Яков послал Юсефа, то все эти действия, которые были потом и разворачивались после этого момента, все эти действия были запрограммированы еще Авраамом, когда Аврааму Бог пообещал, что его потомки будут приезжать сами в чужой земле. То есть это было уже подготовкой к тому, чтобы Яков и его семья спустились в Едипет. Это была подготовкой к тому, чтобы они были в египетском рабстве. А египетское рабство было подготовкой к чему? К тому, что когда они выйдут из этого рабства, к дарованию Торы. То есть иногда мы смотрим на плохую вещь, как на плохую. Ну то есть мы говорим, это плохо, это больно. Но без этого больно не может быть хорошо. Это как роды, например. Или, например, в спорте, когда человек страдает на тренировках, а потом он выиграл. И ему говорят, а что ж ты это самое... Когда ты страдал, тебе нравилось страдать? Он говорит, не нравилось. А ты понимаешь, что если бы ты тогда не страдал, ты бы не выиграл Олимпиаду? Понимаю. Вот это была подготовка к тому страданию, которое потом привело к большим результатам. Значит, в АМЦУ ИШ ВИНЫ ТОЭБАСАДЕ. Значит, и он там нашел, пришел он туда в шхем этот. И видит там стоит какой-то человек. Говорит нам устная Тора, что этот человек это был кто? Ангел Гавриэль. Ангел Гавриэль это был АИШ, который стоял в поле. И спрашивал Йосефа, что ты ищешь? Отсюда мы видим, что все это было подготовлено Богом для того, чтобы произошли следующие события. И сказал он, братьев я ищу. Скажи мне, где они? Где они пасут? И сказал этот человек. Мы знаем, что это ангел. Они отсюда уехали. И слышал я, что они говорят, что они поехали в... Не поехали, повели овец в место, которое называется Датейна. Датейна. И пошел Йосеф туда за братьями. И нашел он их в этом Датане. И увидели они его издалека. Представьте, холмы, холмы, холмы. Овцы такие, овечки. Прям вот я живу, тут как раз есть такие холмы. И видно, вот у нас на соседнем холме бедуины. Как раз у них стоят их бедуинские такие шатры. И значит, там овечки далеко-далеко. И вот они увидели на соседнем холме идет Йосеф. Увидели они его издалека. И прежде чем он приблизился к ним, значит, решили они его убить. Сидят братья его, значит, Бенемина там не было. Бенемин был маленький еще. И сидят там все вот эти вот, получается, 10 братьев. И что они говорят? И сказали Иш-эле-хав. Сказал человек брату своему. Вот идет Баля-Холомот. Идет. Значит, они его называли Баля-Холомот. Это мечтатель, да? Холом это сон и холом это мечта. И лидеры, да, лидеры, они тем и отличаются, что они умеют, они мечтают. А не лидеры, они говорят, что это твои мечты эти все. То есть, они как бы, им часто это не нравится. И вот, значит, они говорят, ну вот этот идет мечтатель, да, Баля-Холомот, тот, которому сновидец, сновидец. Значит, а теперь давай-ка мы его убьем и бросим мы его в одну из ям. И скажем, что его злое животное съело. И посмотрим, что будет с его с нами. Помните сны его, где ему снился сноп, которому поклонялись все снопы? И второй у него был сон, где он отдает звезд, и луна, солнце, солнце, луна и еще 11 звезд поклоняются его звезде. И они, братья, думали, что он хочет забрать власть, что он хочет над ними властвовать. И они, значит, говорят, ну посмотрим, сбудутся ли его сны. Но мы-то знаем, что сны-то потом сбылись. И отсюда мы видим, что все, что было, вся вот эта цепочка, это было выстроено Всевышним и Всевышним одобрено. Теперь возникает вопрос, могли ли они не сделать это? Ответ, если Всевышний все спланировал. Ответ какой? Сейчас мы увидим ответ. И сказал им Реувен, старший брат, один из братьев, сказал им, Он говорит, не проливайте кровь, сказал он им. Лучше просто его тиньте в яму, которая в пустыне, но руку не прикладывайте к нему, не убивайте его. Зачем он это сказал? Для того, чтобы спасти его из их руки. Хотел он его вернуть к папе. Хотел он его вернуть к папе, старший брат Реувен, который, в принципе, по идее, больше всех выигрывал от того, что убивают Юсефа, потому что он был старший брат, и он, в принципе, должен был получить власть, первенство. А если он верил в то, как они все верили, что Юсеф хочет у них силой забрать власть, то что получается? Он больше всех был заинтересован в убийстве Юсефа. Но он, наоборот, хотел вернуть его отцу. Теперь возникает вопрос, как могли такие цадики, да, они были праведники, как они могли вообще захотеть его убить? Удивительная вообще вещь. И вот здесь мы приходим к тому, что люди очень часто ошибаются. И они, думая, что они делают добро, они могут делать зло. И, наоборот, думая, что они делают зло, они делают добро. Ну, нет, такого не бывает. То есть, если человек думает, часто бывает, что даже самые, например, возьмем убийцы такие, да, вот были, ну, вообще преступники, там, нацисты, которые, фашисты, которые убивали евреев, детей, там, уничтожали 6 миллионов детей, 6 миллионов людей, полтора миллиона детей, концлагеря и так далее. И когда убивали все эти погромы, значит, те, кто убивали, думали ли они, что они делают добро? Вот это я не знаю. То есть, вообще непонятно, как люди могут вдруг превращаться в таких вот убийц. Да, то есть, в обычной жизни говорят, это так страшно убивать. Потом, бах, война, и сотни тысяч людей убивают. И та страна, которая говорила, по закону убивать нельзя. Да, в любой стране есть закон, что за убийство, раньше была смертная казнь, но даже когда отменили во многих странах смертную казнь, за убийство, там, делают пожизненное заключение. То есть, считается, что, все считают, что убивать нельзя. Потом война, и вдруг говорят, не, можно убивать. А они же мирные люди, ничего страшного, мы, это же наши враги, давайте, все, разрешено. Это очень странно, это очень странно и очень страшно. И есть у Снатора, она говорит, что было там двое, которые были в основе этого предложения и решения. Это были Шимон и Леви, два брата, которые вырезали тогда весь город Шхем. Есть люди, которые, тут мы можем задать этот же вопрос Богу. Зачем Бог так сделал, что, начиная от сыновей Адам Решона, первый человек был Адам Решон, его первых два сына, это первые люди на земле, которые были пророками, которые лично, каждый из них общался с Богом, Каин и Эвель. Почему Каин убил Эвеля? Этот вопрос мы могли бы задать. Я очень долгое время, меня этот вопрос волновал невероятно. Я искал ответ на этот вопрос, вот как я стал религиозным, начал изучать Тору. И у меня был вопрос, мой вопрос формулировался чуть-чуть по-другому. Я хотел узнать, мы знаем из Торы, что Эвель принес жертву, которая Богу понравилась больше, чем жертва Каина. То есть он принес жертву, лучшее, что у него было, и Бог принял его жертву, Каин начал ему завидовать. И Каин из зависти убил Эвеля, да? Ну хорошо, Каин из зависти убил Эвеля. Устная Тора говорит, что он не понимал, что он делал. Он просто бил его, бил, бил и убил. Значит, ну тоже можно понять. Ладно, пускай до этого не было убийства, допустим, он не знал. Но тоже бил, бил и убил. Но как Бог допустил, что убили Эвеля? Ведь он только что принял его жертву. Эвель, получается, он был праведник такой, близкий к Богу. Он принес лучшее, что у него было Богу. Он прямо изо всех сил старался служить Богу. И как Бог допустил, что вот такого вот праведника убили? В следующих поколениях, когда задавали этот вопрос, говоря так. Ну, это Дилгуль. Это Дилгуль, это возвращение души в этот мир. И она должна была прийти на короткий срок. Значит, чтобы что-то исправить, душа не хочет заходить в этот мир. И поэтому там умер, не дай Бог, ребенок. Умер, не дай Бог, молодой там человек, хороший человек, добрый человек. Это он был, душа его зашла в этот мир. Побыла здесь немного и ушла. Ну, тут возразить нечего. Потому что, действительно, тот, кто верит в то, что душа существовала до того, как зашла в это тело, и выходит потом из этого тела, и существует как отдельная мыслящая сущность, да? Ну, этот ответ, он, в принципе, устраивает. Ладно. Но этот ответ не подходит в ситуации с Каином и Эвелем. Потому что Каин и Эвел, они были первые души. То есть, они еще были только те души, которые только пришли в мир, новые, чистые души. Прямо поэтому сказать, что душа Эвеля пришла в мир на немного, как бы ответ не подходит. И вот я встречался как-то в городе Цфат с одним раввином. Он такой очень изучал кабалу. Он жил в таком месте. Он своими руками построил дом, полтора метра стены. Цфат – это очень святое место. Цфат – это город, где жила Ризаль. И там такие каббалисты очень любят там селиться. Там есть совершенно такая духовная энергетика. Прямо чувствуется невероятное в Цфате. И вот в Цфате я как-то был на Песах у одного такого каббалиста. И он там жил, поселился он там. Очень интересный человек был. Такой яркий Песах у меня был. Может, один из самых ярких, может, даже самый яркий Песах в моей жизни. Такой по духовным таким каким-то постижениям. Я ему задал этот вопрос. Я говорю, а скажите, пожалуйста. Да, вот эта вот история с Каином и Эвелем. Как ее объяснить? Значит, и он мне говорит, вот твой вопрос в чем заключается. Что с точки зрения Каина, главное, что есть в этом мире, это этот мир в жизни. То есть, он очень был ориентирован на этот мир. Каин говорит Эвелю, давай принесем в жертву из плодов земли. Он дал чуть-чуть льняных семян. То, что ему не важно было. А Эвель говорит, вау, действительно, надо же Богу приносить жертву. Он даже не думал, потому что он все время был в духовном мире, да, Эвель. И он принес лучшие овцы, которые у него были, лучшее принес Богу. И Бог говорит, смотри, Эвель принес лучшее, что у него было. Значит, Каин говорит, вот вопрос был, да, почему Каин завидовал, если он был чистая такая душа. Душа человека, она соединена с телом. Тело человека – это животное. То есть, тело человека – это таблица Менделеева полностью, да, вертикально ходящая лужа, в котором есть животная душа, которая животная душа такая же, как у обезьян, у коров, у там, быков и так далее, у львов. У кого-то животная душа больше похожа на льва, у кого-то больше похожа на быка, у кого-то больше похожа на оленя, а у кого-то больше похожа на какого-нибудь там этого самого омара, да, или краба. То есть у каждого человека есть вот эта внутренняя животная душа, которая оживляет его вертикально ходящую лужу, таблицу Менделеева. Есть божественная душа, которая соединяется с Богом, то есть это вот такой чистый луч, назовем луч света, энергия. Есть интеллект, интеллект это компьютер, который соединяет вот эти вот две, называется это нефрисихлит, интеллектуальная душа, которая связана с разговором, с мыслями и со свободой выбора. Тело давит тебя именно животными инстинктами, оно шлет сигналы. Душа, она шлет тебе духовные сигналы. А ты интеллектом выбираешь, как в этих сигналах на что ориентироваться, у тебя свобода выбора. Ты Тору поучил, у тебя есть модель Юсефа, модель братьев, модель Авраама, модель Ицхака, модель Якова, модель царя Давида, который воевал, модель Шлома Амелаха, который был очень умный. То есть у тебя в интеллектуальной, твоей в компьютере есть разные программы и ты выбираешь твой выбор, куда ты идешь. Но в любом случае стимулы, которые влияют на всех людей, это духовный стимул и животный стимул. Животный стимул это забрать, все мое, значит, если у тебя душа львиная, то забрать и растерзать. Если душа такая бычая, какая овечья, то ты тогда хочешь просто травы много, чтобы у тебя было, тащишь себе траву, сено, значит, в дом и все, все мое, значит, съем все. Теперь вопрос был, вопрос был, почему Каин убил Эвеля. Значит, есть такие души, как царь Давид, например, да, у них внутри душа и у них судьба проливать кровь. То есть есть люди, этот мир, он так устроен, все-таки посмотрите вокруг. Вся природа построена на том, что есть хищники, есть травоядные, хищники хотят съедать травоядных, хищники воюют с собой. То есть у человека животная душа, мы не отличаемся от животных. Теперь есть хищные животные, которые нападают. Есть вообще животные такие прямо страшные, как маньяти, да, у людей, если взять аналог, которые ради своего там сексуального какого-то удовлетворения готовы уничтожить, убить другого человека, ребенка там и так далее. То есть есть у людей разного типа животные души. Теперь, если у человека животная душа, она такая, должна проливать кровь, то тогда он может, как царь Давид, стать воином на стороне добра. Он может быть полицейским, который ловит преступников, и он этих маньяков ловит, и их прямо не доводит до тюрьмы, убивает, потому что, когда видит, что они делали, он говорит, ну что он, упал он сам, значит, с седьмого этажа сам маньяк этот упал. Он не хотел убежать, и убежал. То есть этот полицейский, он делает самосуд, но он убил его, потому что тот злодей. Или же, если у человека вот такая вот животная душа воинственная, он может стать этим злодеем, он может стать маньяком. Или он может выбрать средний путь, он стал хирургом. Хирург он режет, значит, кровь есть, есть, но он жизни спасает. Или он может стать шохитом. Шохит, он каждый день убивает там 10 коров, да, и он их убивает по всем законам кошерности. Но я бы, например, я вам говорю, ни за какие деньги я бы не стал бы шохитом. Это для меня, ну, совершенно дикость. Это пытка была бы, даже мне бы платили любые деньги. Даже я знаю, что это кошерное мясо, что это заповедь там правильного убоя скота. Я бы не мог. То есть, у каждого человека есть его предназначение, его животная душа. И у Каина была животная душа такая, видно, была агрессивная. Он был основа агрессивных людей. Да, есть же в мире агрессивные люди. Он мог, у него был выбор. Бог ему сказал, у тебя есть выбор. Тебе, ты завидуешь Эвелю, сделай лучше. Всегда есть выбор сделать лучше и все, чего тебе. Но Каин выбрал убить Эвеля. Мой вопрос был, как Бог допустил, чтобы праведника так убили. И он мне ответил, этот раввин каббалист. Ты знаешь, говорит, есть такой вид праведника, в котором в этом мире нахождение страдания. То есть, они настолько уже находятся в духовном мире, настолько их душа, вот этот божественный свет в них, настолько он сильный, что для них вот этот весь мир, он просто страдание, они не хотят здесь находиться. И когда мы говорим на, как же так Бог допустил, чтобы Эвель умер, а это была мечта Эвеля, как рабе Атива, которого убивали римляне, его спрашивают ученики, это Тора и это награда за Тору? А рабе Атива говорит, да я всю жизнь об этом мечтал, чтобы отдать жизнь, значит, Тиду Шашема, освящая имя Всевышнего. Эта мечта моя была, я в Шмай-Сраэль, когда говорил, будь готов отдать за Бога душу твою, я каждый раз думал, вот бы мне так повезло. И повезло, говорит, в конце жизни. Понятно. Вот это был его ответ. То есть, самый вопрос, он был с позиции того, что я ценю этот мир, мне нравится этот мир, мне нравится то, что здесь, с хорошего дня, до завтра.